Чтобы получить специальную выплату в 42,5 тысячи тенге, казахстанцам не нужно открывать специальные счета. Деньги поступят на уже имеющиеся карточные счета в банках. При этом, если на получателей числится долг, то банки будут не вправе заблокировать поступившие средства. Какой механизм разработало правительство для того, чтобы помощь получили все нуждающиеся, расскажет Зарина Беремко. В правительстве пытаются наладить выдачу пособий, на которые рассчитывают около 3 миллионов казахстанцев. По решению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, начислять 42,5 тысячи тенге будут не только на новые спецсчета, но и те, что уже открыты в банках. Важные условия, которые ставит Агентство банком второго уровня, они не должны допустить, чтобы сумму взыскали для покошения предыдущих задолженностей или вовсе заблокировали из-за арестованного счета. В правительстве министр труда и соцзащиты представил окончательный перечень лиц, которые могут претендовать на 42,5 тысячи тенге. Это работники малого и среднего бизнеса, а также крупного в карантинных городах. Кроме того, казахстанцы в отпуске без содержания, ИП, граждане, занимающиеся частной практикой, например, адвокаты или нотариусы, те, кто работал по договору, а также казахстанцы, хотя бы раз оплатившие ЕСП. По данным Министерства цифрового развития, 60 тысячам человек направлены СМС об автоматическом начислении пособия. Еще 280 тысяч граждан получат сообщение с просьбой отправить в ответ номер счета, на который перечислят СОС «Помощь». Итого, более миллиона казахстанцев получат пособие проактивно, без подачи каких-либо заявок. Тем временем в Минфине посчитали, что стоимость всех антикризисных мер, не считая налоговых льгот, 5,9 триллиона тенге. Из них около 3,5 будет заимствовано из республиканского бюджета и 2,5 из других источников. Дополнительные 2,5 триллиона тенге, прежде всего это 700 миллиардов тенге, которые будут направлены на финансированные дорожные карты занятости, будут заимствованы на внутреннем рынке капитала фондом «Байтирек». В последующем он будет покупать долговые обязательства местных исполнительных органов и деньги будут доводиться до местных исполнительных органов. Оставшиеся средства – это средства, предоставляемые национальным банком и банками второго уровня. Общая стоимость дорожной карты занятости – триллион тенге. По уточненным данным Министерства труда и соцзащиты, больше всего рабочих потребуется для строительства и обновления социальной инфраструктуры, объектов ЖКХ и автомобильных дорог в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях.